Вы в своем деле считаете, что победа Украины как-то повлияет на судьбу Чечни? Я не знаю, я надеюсь, что это повлияет, я не знаю, будет это или нет, но вне зависимости от того, повлияет это или нет... Кстати, всегда интересно было, когда Эр Кадыров говорит на русском, это тяжело слушать психологически, а на чеченском он мысли выражает более слушабельно, поверь мне, нет, если бы у тебя была возможность оценить его владение чеченским языком, ты бы просто ахнул. Кадыров, конечно, он не говорит нормально, он постоянно что-то там блеет, и там ты пытаешься что-то уловить, что он там сказал. Вообще, вот все обращают внимание на то, что он говорит там дон-дон-дон, но на самом деле, вот это вот словосочетание, это два слова, да, дуэнгом. Это словосочетание является такими словами-паразитами в чеченском языке, и мы используем эти слова, когда говорим на чеченском в основном, для связки слов. Для чего это используется? Для чего нужна эта связка слов? Когда ты при формировании мысли и при образовании этой мысли в слова, когда тебе нужна какая-то пауза, чтобы раз, что-то там, да, вот это мгновение тебе нужно, чтобы правильно построить эту свою речь, в этот момент ты используешь слово-паразит, которое тебе дает вот эту вот небольшую отсрочку для того, чтобы раз-раз в голове там что-то у тебя сформировалось. И вот обычно люди используют это, не так часто, да, они говорят, говорят, но в какой-то момент они раз, берут эту паузу, такой-то, и используют дон, и раз, пошли дальше, у них речь пошла. А у Кадырова этот процесс, у него, в связи с его интеллектуальными способностями очень сильно ограниченными, ему приходится более часто это использовать, потому что его мозгу нужно больше времени для формирования. И ему также это время нужно и, когда он говорит на русском, если бы он знал английский, то там тоже ему нужно было бы, поэтому он везде засовывает эти слова-паразит, так как ему нужно побольше времени. Как слово вот, да, как слово вот, или там есть же, короче, бывают такие слова. Чем больше времени тебе нужно на формирование какой-то своей мысли, тем больше ты используешь эти слова-паразиты. Бывали принципиальные разницы между взглядами Дудаева и Басаева? Последний казался более религиозным человеком, и был ли он суфием, как об этом пишут? Вы должны понимать, что Дудаев погиб в 96-м году, и если мы посмотрим на то время, на тот период, были ли они одинаковые взгляды, да, на тот момент были одинаковые взгляды. Басаев, таким, каким вы его знаете, как вот религиозным, но вы уже знаете позднего как бы Басаева, и да, он тогда уже далеко не суфий, это совершенно как бы других убеждений религиозных даже человек, но он к этому пришел не так сразу. Он менялся, его религиозные взгляды тоже менялись, как и у практически всех наших лидеров. Масхадов, это тоже, если вы возьмете Масхадова 97-го, 8-го, 36-го даже года, и возьмете Масхадова 2004-го года, 2005-го, это совершенно разные в религиозных своих убеждениях люди. Поэтому, когда говорят, был ли Басаев суфи, он когда-то был, и он был там, и Масхадов, и все мы, все мы были, на самом деле, абсолютное как бы большинство нашего народа были, потому что у нас не было других доступов к другим убеждениям, к другим знаниям у нас не было. А разумеется, когда у нас появилась возможность просвещаться, получать знания, конечно, многие-многие исправили свои убеждения. Это они из-за хаттаба вышли из суфизма? Ну нет, конечно. Причем здесь хаттаб? Ну не знаю, может быть, он на кого-то отдельно и мог как-то повлиять в улава, это я не знаю. Но железный занавес рухнул, появились студенты, уже в более такое позднее время появился интернет, появились какие-то там книги, статьи, появился доступ к знаниям, вот что произошло. Мой вопрос. Басаев называл группу людей ваххабитами и сказал, что чуть не примкнул к ним, но когда он к ним пришел, они не поднялись со своих мест, и он отрекся от них, он на этом суждении умер или как? Я же уже ответил на этот вопрос, зачем мы его снова и снова усолим. Я же сказал, что человек менялся в ходе своей жизни, уже к концу жизни был совершенно на других убеждениях религиозных. Что здесь непонятно? Нет, конечно, он на этом не умер, но это же очевидно. И посмотрите его последние какие-то интервью. Что может быть в этом вопросе, неясно, я не могу понять. Если это реально интересно, если эта личность вас интересует. Уделите немножко внимания, посмотрите его какие-то там высказывания, его интервью. Все встанет на свои места. Баххабит – это ярлык, а не термин. У нас в исламе есть свои термины тех или иных личностей. Да, конечно, это ярлык на самом деле. Причем это ярлык, который не имеет четкого описания подходящего. Допустим, чтобы в каждой стране именно вот так вот это характеризовалось, у кого нет. Ваххабит – это как бабайка, такой же термин. Как в каждой семье бабайка она своя. Ты по-своему ее там, каждый отец-мать по-своему описывает для ребенка эту бабайку, как она выглядит. Вот так же и с ваххабитами. У Кадырова вообще любой, кто ему не нравится, становится ваххабитом. Поэтому это, конечно, вообще не имеющее под собой никакой основы, почвы такое утверждение. Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб воевал именно с мусульманами. Это ни о чем не говорит. Я открою для тебя большой секрет. Тебе для начала нужно выключить вообще ЧКТРК. Это вот всю российскую пропаганду выключить. И ты для себя откроешь, что Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб вообще не воевал. Это был ученый ислама, который написал много очень трудов, фундаментальных трудов по религии ислама. Это не воин, это не вояк. Он не занимался войной, он занимался наукой. Вы в своем деле считаете, что победа Украины как-то повлияет на судьбу Чечни? Я не знаю. Я надеюсь, что это повлияет. Я не знаю, будет это или нет. Но вне зависимости от того, повлияет это или нет, я желаю искренней победы Украине. Даже если после этого никак ничего не изменится в нашей жизни. Просто по-человечески, из соображений добра и зла, из стремления справедливости, я, конечно же, желаю Украине победы. То есть здесь нету какой-то крыстики, они победят и мне будет хорошо. Даже если мне при этом лучше не станет. Но все равно Украина должна победить. Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Замкнутый круг, да, получается. Замкнутый круг, да, получается. Замкнутый круг, да, получается. Продолжение следует...